Всем привет! С вами Сергей Чупак и я приветствую вас на своем канале. Недавно я приобрел новый блок питания от американского производителя Critical CX1G2. И сегодня я решил сделать небольшой видео обзор этого блога. Компактный блок питания произведен специально для подключения тату-оборудования. И несмотря на свои небольшие размеры, он довольно мощный. В нем присутствует цифровое микропроцессорное управление, Точная регулировка электрического напряжения от 0 до 18 Вольт с шагом 0,1 Вольта. Защита от перегрузок 6 Ампер. Независимые настройки для двух машин, лайнер и шейкер. Настройки в нем сохраняются при выключении питания. Также есть возможность управления блоком без педали. Есть кнопочка педали. Стандартные разъемы для подключения клипкорда, педали, а также блока питания. Кстати, есть такая функция при удержании кнопки педаль на блоке. Переходит в режим, при котором не нужно держать педаль постоянно нажатой. Раз нажал, включилась. Второй раз нажал, выключилась. Лично я привык постоянно держать ее нажатой. Также здесь присутствует защита от короткого замыкания. В комплекте с блоком питания есть очень удобная подставка. Удобная тем, что у нее есть три магнита, которыми она крепится к поверхности, ну к металлической поверхности. Вот так он фиксируется болтиком. Можно сделать так, перевернуть. И будет крепиться, допустим, к низу стола. В моем случае я именно так использую. Также оно может перекручиваться и в сторону. То есть к стенке какой-то крепить. Ну к стенке, ну к столу. Теперь давайте рассмотрим его поближе, подключим, посмотрим как он светится, как он соединяется, как переключается, что и как настраивается, а так же пожужжим. Так, вот у нас вот эта подставка с магнитиками. Тут такие крепления такое. Сзади. И попробуем сейчас. А, была в комплекте такая вот инструкция. На английском языке, правда. Тут сразу к нескольким моделям. Инструкция. Вот CX1. Это непосредственно к этой модели. Инструкция на английском языке. И все остальное это относится уже, как понимаешь, к другим моделям. Так, попробуем его теперь подключить. И вверх-вниз меняется вольтаж. Слышим характерный звук. И влево-вправо меняются настройки на две машинки. Левая кнопочка это режим лайнера. На этом режиме, в принципе, мы уже и были. И переключаем на правый режим шейдер. А, вот есть и написано L, и вот шейдер 9 вольт. Так, пробуем. Так же и минус. Когда включена педаль, вот здесь зеленый индикатор светится, ну, зеленая точка светится. Отпускаем. Газ. Так же педаль можно включить просто на самом блоке. Кнопочка посередине. Нажали, отпустили. Нажали, выключилась. В спящий режим можно перейти, удерживая кнопку. И отпустили. Все. Спит. Чтобы снова заработал, можно нажать либо на любую кнопку, либо просто на педаль. Да. И он тогда просыпается. Так же он уходит и автоматически в спящий режим. Если некоторое время, я еще не засекал, минуту или две, не пользоваться, тогда он переходит в спящий режим. Если нажать на кнопку педали и удерживать, переходит, меняется режим. То есть мы нажимаем на педаль, отпустили педаль, машинка работает. То есть ноги свободные. Нажали еще раз, машинка выключилась. Я привык работать, ну, чтобы держать. Может в некоторых случаях и пригодится, чтобы и не держать ногу на педали. Есть еще одна интересная функция в блоке. Типа тяжелый старт. Нажатием двух кнопок одновременно. Ну, меняется функция. Обращаем внимание, как работает машинка. То есть сначала она начала работать быстрее, как бы для запуска такого. И потом она начинает принимать свою стабильную работу. Ну, и так же отключаем эту функцию. Стоимость данного блока примерно 185 долларов. Ну, в США он будет дешевле, примерно там 160 долларов. Ну, с доставкой сюда он примерно так и выйдет. Еще раз покажу вид сзади. Modern USA. Critical Tato. И крепление крепится. Вставляется в пазы. И закручивается барашкой. Не сильно, никуда он не денется. Блоком я доволен. Выдает хорошее стабильное напряжение. В общем, работает на ура. Вот, вроде бы, и все, что я хотел о нем рассказать. Показать. Надеюсь, кому-то пригодится данный видеообзор. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставим лайк. А также подписываемся на мой канал. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok